всем огромный привет дорогие друзья на сегодня с вами видео из рубрики истории жизни про рсп сайты знакомств любовь отношения про все про это кому интересен данный контент не забывайте подписываться на канал чтобы не пропускать новые видео также заглядывайте в плейлисты истории жизни психологии отношений чтобы посмотреть предыдущие видео пишите свои истории в комментариях либо в разделе у канале есть ссылки на мои соцсети либо на пусть и ссылка на пусть и всегда под этим видео в описании закрепленном комментарии там делитесь со мной на пусть и своими историями проблемами будем обсуждать это буду выносить либо на youtube либо на пусть и буду выносить либо просто этот с вами пообщаемся никуда выносить не буду как пожелаете также на пусть и выход у меня эксклюзивные истории которые есть только там нет ни на ю тубе не на цене вот сейчас у меня на пусть и вышла очередная история в одном видео целых две истории значит первое называется вот чем обернулась для меня знакомства сайта знакомств и вторая история под названием надо подумать насчет названием было в голове забыла ну короче тоже про предательство там вот про отношения вот ну про все проект поэтому там на пусть и можете оформлять подписку уровня истории жизни психологии отношений либо без оформления подписки открывать любую понравившуюся вам историю и подписывайтесь на мой день кому неудобно смотреть история на ю тубе ссылка на цен также под этим видео в описании эта история будет у нас про позорное свидание с сайта знакомств интересная история короче рассказывает женщина познакомилась я с мужчиной на сайте знакомств мужчина очень такой знаете ли солидный красивые такой вот ну представительный тут сразу видно что он богатый при деньгах потому что он очень хорошо дорого один эти как говорят дорого богатый да на такой машине очень такой которая машина такая крутая поверьте мне говорит я в машинах знаю толк ну конечно может быть вот и мы с ним встречались дважды первый раз мы погуляли где-то по парку посидели где-то на лавочке пока еще было тепло ну так просто ходили гуляли второй раз ну мы тоже гуляли скажем так в другом парке ну вот общались гуляли и вот на третье свидание он пригласил меня в ресторан то есть я для себя решила что это мужчина пафосный на дорогой машине дорого хорошо одет и конечно же мне надо очень основательно подготовиться к этому походу в ресторан собственно к этой встрече я говорит потратилась я значит сделала себе эту эпиляцию депиляцию короче вот это вот она себе все сделала да по полной программе в салоне сделала так я обычно сама себе все там брею везде и всюду все места здесь я решила пойти в салон потому что же прекрасно понимала что после ресторана будет у нас не продолжение и я уже была к этому готова во первых это третье свидание рассудила героиня этой истории во вторых он ведет меня в ресторан ну как бы я и сама не против мужчина мне очень нравится почему бы не то есть побрела на себе в салоне все места по-русски говоря по простому да а прическу какую-то себе там сделала купила себе дорогой нижнее белье уже до этого не было видимо да ну как есть рассказываю до купила себе даже какое-то там платье или наряд какой-то в общем потратилась основательно понимаете по полной он повел меня в ресторан ресторан действительно был очень дорогой то есть пафосный дорогой страну я уже в предвкушении вечер обещал быть томным в общем сидели мы в ресторане там общались на принесли меню и как бы я стала выбирать с таким удовольствием то есть я так подготовилась к этой встрече я выбираю себе меню заказала себе вино хорошая дорогая тоже вина говорит разбираюсь но он себе какие-то простые закуски там заказывал что-то такое вообще простое но я решила уже какие-то вкусняшки заказать как бы себя но чем-то порадовать что я не заслужила что ли ну я заказала себе какие-то такие экзотические блюда да возможно они стоят там дороже чем какие-то простые блюда но все-таки и даже этот как его официант когда принимал заказу так вот как-то кивнул так одобрительно типа что я заказываю вино такое вот и вообще как бы все принесли нам вот эти закуски вино выпили там он не пил потому что он был за рулем только я пила и так вот ну очень хорошо посидели очень душевно пообщались все было вкусно все было хорошо я горит еще решила заказать себе домой ну бутылочку вина потому что нам не очень понравилось и но действительно хорошие например не помню чтобы в магазинах такое вино продавали вообще она мне просто понравилось ну что если мужчина при деньгах на что не могу говорить заказать себе бутылочку вина домой и какой-то десерт такой вот заказала все официант принес все в одну в упаковке это а мой спутник так сказать говорит он как-то так кстати стушевался чуть как-то так он сник и говорит я сейчас подойду мне надо срочно позвонить там по работе ну ладно хорошо я сижу такая в найти предвкушение что мы сейчас поедем к нему наверное то есть вообще нормально все короче будет нет и нет нет и нет его я так уже знаете ли напряглась потом приходит официант и говорит вот ваш счет приносит нищу а там счет такой чтобы вы понимали это к смысле зачем мне приносить а ну положите говорит хорошо счет на сейчас мой мужчина придет он все платит официант мне говорят нет ваш мужчина не придет ваш спутник он взял куртку из гардероба попрощался и ушел с этим о состоянии то есть этот говорит хорошими словами он меня просто кинул у меня просто вообще бросил и простите я не рассчитывал меня с собой не было таких денег вообще нет таких денег я бы никогда в жизни не заказывала самом сну сама себе вот такой потому что это стоит дорого нет ну короче говоря то есть он просто ушел и я вынуждена была позвонить своей приятельнице слезно умолять ее чтобы она принесла мне деньги что я и все верну чуть ли не с процентами потому что тоже надо было найти такую приятельницу не каждый захочет лететь в ресторан это за тебя платить она отказалась 2 там типа согласилась представляете говоря я в таком шоке вот и кто прав из нас кто прав кто виноват я смотрите рассудила так вы горит не подумайте что я какая-то там вот на халяву поесть хотела ничего я готова была к нему ехать он просто взял и свинтил и когда я ему звонила он но сначала меня сбрасывал да то есть такие вот гудки были там ну короче сбрасывал а потом я вообще заблокировал везде и на сайте заблокировал и телефон заблокировал все он исчез с горизонта представляете но простите мужчина был на дорогой машине он был хорошо одет он пригласил меня в дорогой пафосный ресторан простите я вышла должна была просто на него сидеть и смотреть и любоваться там водичку попивать минералочку чаем что ли с пирожными или что вообще раз при пригласил ресторан значит я могла уже оторваться по полной я ничего не понимаю говорит объясните мне ну что это такое кто прав кто виноват давайте попробуем объяснить вот смотрите как я вижу эту ситуацию то есть но я считаю в данной конкретной ситуации что все-таки героиня была неправа ну надо вести себя скромнее ну честно ну во первых вы не знаете какой доход у этого мужчины то что он там пыль в глаза пустил дорогая машина вдруг она у него в кредит одежду одежда это одежда допустим вы тоже вот потратились когда шли на свидание это не значит что он какой-то там миллионер что он может потратить себе там ну кучу денег выложить за вечер в дорогом пафосном ресторане и чтобы там может набирать все что угодно но нет не так это работает то есть если вас мужчина пригласил ресторан если вы хотите как-то вот очаровать его как она сказала да то есть она готова была его очаровать потратилась потому что хотела не только чтобы вот ну типа переспать нет она хотел чтобы отношения дальше развивались как то вот это вот сюда надо было вести себя скромно то есть вы пришли в что ты будешь посмотрите что он заказывает закажите что-то нечто подобное вот в плане финансов да допустим искать они мне все равно как бы на твое усмотрение то есть вы же приходите туда извините не не наестся правда же вы в ресторан зачем приходите пообщаться то есть пообщаться в приятной атмосферной обстановке вот за эти вообще-то люди идут в ресторан они то что наестся в три горла и чтобы не хотеть есть вы дома там чуть перекусите на самом-то деле чтобы в ресторане просто там до выпить даже чашку чая там кофе просто чтобы пообщаться в этой обстановке атмосферный все не надо там наедаться тем более ну вы же как и должны наверное понимать что почему он должен принципе выкладывать кругленькую сумму денег на совершенно незнакомую женщину но на полу знакомы это ваше третье свидание не то не должен так делать я считаю что извините может быть вам это слышать не очень приятно но вы как бы не провести именно вы не он ну вы принципе себе все это заказали вы и оплатили там ну и его часть конечно тоже поэтому ну пусть это будет для вас уроков не надо так себя вести вести себя надо поскромнее ну вот я так считаю поэтому пишите комментарии зрители что вы думаете по этому поводу потому что героини этой истории вопрос прав он или права она и вообще почему он так с ней поступил она ведь ничего такого особого не сделала ну вот тоже такая история всем огромное спасибо за просмотр пишите ваши комментарии до новых встреч пока